Дай почитать. Зла, света и тьмы в узком, разумеется, ключе, где есть черные злые ведьмы, белые добрые ведьмы. И вот серия современного скандинавского автора Линне Кобер-Бель о девочке Кларе Ясень, которая становится дикой ведьмой. Книги этой серии проданы тиражом более одного миллиона экземпляров в 30 странах мира. И вот сейчас на русском языке изданы все шесть книг серии. Жанр магия фэнтези. Очередный следующий, первая книга «Испытание огнем». Кларе 12 лет, она тихая, похожая на мышонка, так ее и называет мама. Однажды на нее нападает черный кот, и это фатальное событие, потому что спасти девочку может только ее тетя Иса, сестра матери, а по совместительству дикая ведьма. Клара начинает постигать азы своего ремесла и становится уязвимой. Жуткая и злобная женщина-птица Кимера хочет ее выкрасть. Вторая книга «Послание сокола». Сокол передает послание, это, естественно, приобщение диких ведьм, и Клара попадает в западню. Теперь от ее находчивости и смелости зависят жизнь и ее, и ее друзей. Третья книга «Месть Кимеры». Клара Ясень уже научилась вселяться в птиц и животных и все время возвращается в мертвый лес. Как дикая ведьма, она должна во всем разобраться и спасти все живое от неминуемой гибели. Четвертая книга «Магия крови». Именно в свой день рождения Клара понимает, что не может оставаться обыкновенной девочкой, ведь в ней течет древняя и могущественная кровь. И пусть тебе тринадцать, но ты дикая ведьма и несешь ответственность перед природой. Пятая книга «Взгляд ворона». Теперь настала очередь Клары спасать заколдованную тетю Ису. Девочка должна вернуть украденного вороненка еще не вылупившегося из яйца, ведь это последняя оставшаяся в живых птица вороного котла. И шестая книга «Обещания ведьмы», заключительная в серии «Дикая ведьма». Пришло время решающей битвы и исполнения обещаний. Книги Лене Кобер-Бель увлекают и взрослых, и детей. Развитие сюжета динамично. Все персонажи полнокровны и индивидуальны. Истории нетривиальны. А манера повествования притягивает и завораживает. А, кстати, тот черный кот из «Испытания огнем» на самом деле защищал Клару. Я остался с ней, урча «Моя, моя». Да, подумала Клара, если у тебя есть кот, не стоит рассчитывать, что последнее слово останется за тобой. Итак, серия книг «Дикая ведьма» Лене Кобер-Бель. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!